Привет, с вами Каска. В этом видео вы узнаете как слегка повести фпс в Dead Island 2, а также избавиться от лагов и фризов. Настройщик графики в этой игре не так-то и много, но тем не менее, какие-то параметры так или иначе влияют на фпс. Если ролик покажется полезным, буду благодарен за большие пальцы вверх и подписку на канал. Готовьте ваши ручки, ну а мы полетели. Первое, что нам нужно сделать, это настроить графику в самой игре. После этого уже перейдем к винде. Залетаем в игру, нажимаем настройки, отображение. По какой-то причине оконный режим у меня постоянно сбрасывается в окне без рамки, не знаю почему. Тем не менее, ставим мы конечно же полный экран, частота кадров без ограничений, но я выбираю 240. Вертикалку я отключаю, поле зрения. На фпс влияет порядка 5 фпс, если допустим это сравнивать между 70 и 90. Но играть в 70 вообще не по кайфу, поэтому ставим 90 либо более. Да, немножко кадров потеряем, но смотри как тебе больше понравится. Размытие движения. При 100% кушает около 5-7 кадров. Я отключаю, мне не нравится. Переходим на дополнительные и начинается самое интересное. Общее качество, мы по сути можем не трогать. Переходим сразу на сглаживание. На слабых системах я конечно рекомендую поставить на FXAA. Для средних и выше, допустим 3060 Ti, ставим высокое. Для остальных уже низкое естественно. Дальность обзора. На фпс в моем случае особо не влияет. Тем более в большинстве локаций, они все-таки больше закрытые. Поэтому смотри как больше нравится. Я выбираю все-таки среднее значение. Для слабых ставим низкое. Постобработка. На фпс влияет не так критично, оставляю на высокое. Тени тоже я оставляю на высокое. Текстуры. Ультра. Но тут все зависит от объема твоей видеопамяти. Если у тебя 4 гига и более, ставишь высокое, либо ультра. Если меньше, то конечно же среднее, либо низкое. Эффекты. Среднее. Детализация листвы. Низкая. Хотя тоже по желанию. Если ПК среднее и выше, можешь поставить среднее. Но ставить выше, ну типа я не вижу смысла. ССАО. Кушает. Нормальный фпс. Стем либо среднее, либо высокое. Потому что играть без него я лично не могу. Приходится жертвовать лишними кадрами. Непрямые тени. Высокое. Отражение в экранном пространстве. Среднее. Качество шейдинга. Высокое. И у нас остается AMD FidelityFX Super Resolution. Если у тебя 3060 Ti или более мощная видеокарта, можешь поставить такие настроечки и FidelityFX не трогать. Потому что у тебя в среднем будет около 80-100 кадров. Это в 2К разрешение. У меня чаще всего больше сотки держится. Кроме замесов с зомбями. Если видеокарта у тебя слабее, чем 3060. В таком случае ставим такие же самые настроечки и включаем Super Resolution на качество. В 360 в 2К справится без проблем и будет больше сотки кадров. Если у нас еще хуже видеокарта, допустим 1060. 1070. В таком случае мы ставим FXAA. Дальность обзора низкая. Пост обработка средняя. Тени. Тут смотри по ситуации низкие либо средние. Текстуры средние. Эффекты низкая. Листва низкая. SSAO. Тоже смотри по ситуации, но постарайся привести к тому, чтобы SSAO было на среднем значении. Непрямые тени. Низкие. Отражение низкое. Шейдинг среднее. Настройки получаем как-то так. Тут мы уже можем подключить при желании Super Resolution на качество либо баланс. MD Fidelity FX Shading. Я лично им не пользовался, как он работает не в курсе. Кто знает, можете написать в комментах, рассказать более подробнее. Будет мне интересно и думаю всем остальным. Теперь мы сохраняем настроечки и переходим на рабочий стол для небольшой оптимизации нашей системы. Если у тебя есть большое желание поддержать автора этого канала, то есть меня, можно это сделать на моем бусте. Но без подарочков и разных фишек, плюшек я вас не оставлю. Вас ожидает специальный архивщик для бусте с твиками, реестрами и максимально жесткой оптимизацией. А также гайд по этому архиву, который я записал на более чем 30 минут. Все ссылочки будут в описании. После стола настроили график в самой игре, мы качаем архив по ссылке в описании и перекидываем папку на рабочий стол. Здесь у нас есть 3 папки, MSI Mod и схема питания. Как раз таки с нее и начнем. Если вдруг у тебя уже есть схема питания максимальная производительность, тогда пропускаешь этот пункт. Если же нет, мы копируем команду, нажимаем pkm, копировать, pkm на пуск, Windows PowerShell Administrator, либо командная строка, да, Ctrl, плюс, V и Enter. Например, закрываем, закрываем, открываем ярлык схема питания, показа доп. схемы и ставим галочку на максимальная производительность. Далее нам нужно перейти в папку с игрой. Если игра у тебя в стиме, открываешь стим, если в эпике открываешь эпик, если же как и у меня, куплено за корсарские рубли. Нажимаем просто pkm на Dead Iceland, расположение файла и находим приложение Dead Iceland Win64 Shipping. Нажимаем pkm, свойства, совместимость, ставим галочку на отключить оптимизацию во весь экран, далее параметры высокого DPI и ставим галочку на режим масштабирования, нажимаем ok, применить и ok. Копируем путь к самому приложению, нажимаем pkm, копировать, в нашем архиве открываем аппаратное ускорение, обзор, вставляем наш скопированный путь, Dead Iceland Shipping, нажимаем добавить, параметры и ставим галочку на высокая производительность, сохранить. Если вдруг твоя система поддерживает аппаратное ускорение, тогда можешь ее включить. После всех этих настроек не забудь сделать перезагрузку своей системы. Нажимаем pkm на пуск, диспетчер устройств, опускаемся слегка вниз, на вкладке системные устройства, ищем высокоточный таймер событий. Нажимаем pkm и отключить устройство. Нажимаем поиск, пишем Xbox Game Bar, настройки, создание клипов. Если вдруг у тебя стоит галочка на записывать в фоновом режиме, мы ее обязательно убираем. И нажимаем просто закрыть и закрыть. Теперь нам нужно сделать быстренькую настройку и небольшую оптимизацию твоей видеокарты. Для этого открываем наш архив, настройка видеокарты. Здесь у нас есть три папки для каждой видеокарты, AMD, Intel и NVIDIA. Начнем с NVIDIA. Первый подпункт, драйвера. Открываем, залетаем на сайт и качаем последнюю версию видеодрайвера. Делаем установку, перезагружаем pk и открываем NVIDIA драйвер сеттингс. После этого у нас есть четыре картинки. Я тут все расписал, подробно, как, что и зачем. Если у нас видеокарта от AMD, открываем AMD Radeon. То же самое, первый подпункт. Залетаем на сайт, но только уже качаем не последнюю версию видеодрайвера, а рекомендованную. Делаем установку, только minimal install, перезагружаем pk и открываем AMD драйвер сеттингс. По сути то же самое, есть четыре картиночки, делаем так, как указано в них. Ну и Intel settings. Две картинки, делаем настройку. В нашем архиве открываем папку очистка, delete them files, выделяем все файлы, нажимаем shift, delete и да. Ставим галочку и продолжить. То, что у нас не удаляется, нажимаем просто отмена. Возвращаемся назад, нажимаем backspace, далее delete them files, выделяем все файлы, удаляем, отменяем, возвращаемся и диск clean up открываем. Выбираем диск C, окей. Нажимаем на очистить системные файлы. Снова выбираем диск C, окей. Ставим везде галочки и нажимаем окей. MSI mode. Нажимаем pkm. Обязательно запуск от имени администратора. Да. Здесь мы находим нашу видеокарту, ставим галочку на MSI и приоритет мы выбираем high и нажимаем apply. Твики реестра. Здесь у нас есть 5 файлов реестра. Перед тем, как делать их активацию, я рекомендую сделать бэкап файлов реестра. Потому что они могут как повысить FPS, так и наоборот сделать хуже. Вот именно поэтому мы и делаем бэкап. У нас есть папка бэкап файлов реестра. Допустим мы делаем активацию, если нужно будет что-то вернуть назад, возвращаем с помощью двух кликов. Либо же делаем бэкап заранее, как указано на этих картинках. То есть делайте бэкап и далее, если нужно будет его вернуть, у нас есть импорт. Как все это выглядит, выбираем без проблем. Первые два файла реестра отключают Xbox DVR. Бустит от 15 до 20 FPS. Game DVR 1. Нажимаем pkm слияние, game DVR 2 pkm и слияние. Если вдруг у вас нет слияния, нажимаем 2 раза lgm, либо через enter. То есть запускаем как обычно приложение. Отзвучивая систему pkm слияния, сетевой трофен pkm слияния, хотя тут больше по желанию. И системный приоритет тоже pkm и слияние. В нашем архиве открываем ярлык Xbox Game Bar. Сам Xbox мы конечно же отключаем. Переходим на записи. Все что здесь будет указано, все это отключаем. Если ты сделал активацию файлов реестра, то у тебя будет примерно так же самое как и у меня. Игровой режим мы оставляем включенным. Переходим на главное, конфиденциальность. Опускаемся в самый низ и находим фоновые приложения. Здесь у нас есть 2 варианта. Отключаем все фоновые приложения, либо же отключаем те фоновые приложения, которые мы не используем. Такие как Xbox, Xbox Game Bar, обязательно карты, камеры, калькулятор. Все это можно спокойно отключать. Я лично рекомендую полностью отключить все фоновые приложения. Точнее, чтобы они работали в фоновом режиме. Таким образом, я уже пользуюсь ПК где-то год и все нормально, все работает, без проблем. После всех этих настроек залетаем в игру и наслаждаемся. Если не высоким FPS, то по крайней мере стабильной и плавной картинкой. Как говорится, до скорых встреч.